Вот, поэтому я с большим удовольствием, да, предоставляю, представляю вам сегодня наших гостей, директора Института репродуктивной медицины, доктора медицинских наук, профессора Елену Николаевну Андрееву и акушера-гинеколога, маммолога отделения эндокринной гинекологии, анмитс эндокринологии, кандидата медицинских наук Анну Веснину, Анну? Анну Федоровну Веснину. Да, порядок у нас, как и прежде, наши специалисты вводное слово сделают, а после этого вопросы можно будет задать в формат временной прежний час времени. Оксана? Да, давайте начинать. Начинаем. Нина, сюда, сажайтесь. Удачи. Начинаем? Добрый день, уважаемые друзья. Мы сегодня хотели бы поговорить про доброкачественные заболевания молочной железы, и, конечно, сфокусить на злокачественные заболевания. Октябрь месяц ежегодно считается месяцем заболевания молочной железы. И в этом месяце много различных мероприятий проводится для того, чтобы сфокусировать влияние наших женщин, для того, чтобы они лишний раз пошли, даже если нет никаких жалоб, пообследоваться и, не дай бог, не пропустить какое-то заболевание молочной железы, которое может оказаться злокачественной опухолью. Мы сегодня с Анной Федоровной хотели рассказать вам некий материал в фокусе, как влияют эндокринные заболевания, как влияют конкретно гормоны, что мы делаем в нашем центре, чтобы помочь нашим женщинам с учетом в том числе эндокринной патологии, которая увеличивает риски развития тех или иных проблем молочной железы, лишний раз не получить смертный диагноз и максимально поддерживать качество жизни в любом периоде своей жизни. Мы получили некий пул вопросов, которые Александр Евгеньевич нам передал от «Комсомольской правды». Мы постараемся на них ответить в этой презентации. Ну и вы увидите те данные, которые мы посчитали необходимым, важным для вас озвучить сегодня. Пожалуйста, Анна Федоровна. Добрый день. Добрый день. Я бы хотела начать все-таки именно со статистики. К сожалению, на сегодняшний день статистика печальная. Все последние года рак молочной железы – это ведущая онкопатология женского населения. И если говорить о этой статистике, по сути дела преобладает она как у женщин старшей возрастной группы, но, к сожалению, это основное онкологическое лидирующее заболевание и у молодых женщин. И на сегодняшний день статистика, к сожалению, только говорит нам о повышении частоты случаев. И если сравнить с мировой статистикой, да, мы не лидеры, но, по сути дела, все равно мы не стоим на каких-то минимальных местах. То есть это очень высокая частота обнаружения и прироста новых случаев. И если мы посмотрим на темп годового прироста случаев рака молочной железы, это практически 2% в год. И за 10-летний период произошел рост случаев рака молочной железы практически на 19%. На сегодняшний день средний возраст пациенток, у которых выявляется рак молочной железы, это 60 и выше. Но, еще раз повторяю, рак помолодел, и очень много случаев рака молочной железы на сегодняшний день у молодых женщин. И, по сути дела, если говорить о росте, то это и общемировая тенденция, что количество раковых заболеваний молочной железы во всем мире стало больше. К сожалению, рак молочной железы – это лидирующая позиция и по смертности как женщин возрастных, так и молодых женщин. И смертность хоть и снизилась за последнее время, но в основном это снижение связано просто с тем, что, к сожалению, есть такой фактор, как не у всех выявляется это все на ранних стадиях, но все-таки количество случаев, выявленных на тех стадиях, которые можно излечить, выросло. И за счет этого небольшое снижение смертности и произошло. И если обратить внимание на гистологическую структуру опухолей, до сих пор лидируют те раки, которые связаны как раз с гормональным воздействием в течение жизни. И из этого собственного лидерства, причем это лидерство, оно сохраняется на протяжении нескольких лет. То есть протоковые раки, дольковые раки, аденокарцинома и в меньшей степени уже рак соскарелы. То есть это на самом деле, если вернуться далеко назад на протяжении жизни женщины, то на самом деле было упущено время, тогда, когда можно было повлиять на зарождение этого рака. И, по сути дела, конечно, во всем мире сейчас развивается пропаганда диагностики рака груди, разные способы используются, очень актуализируется информация, что женщина должна быть внимательна к себе, что она должна следить за скринингом. Потому что, конечно, если женщина сама уже выявила опухоль, мы говорим, конечно, о запущенном случае. Потому что максимальное излечение возможно тогда, когда эта опухоль не ощущается и невидима. Но, тем не менее, посмотрите, на сегодняшний день существуют и плакаты, и придумана даже азбука в виде букв по тем изменениям, как может манифестировать рак молочной железы. И есть такие интересные примеры в виде лимона. То есть как примерно женщина должна осматривать себя, не только ощупывать, потому что не факт, что даже при ощупывании женщина найдет то, что нужно. Но визуальные признаки, как она должна себя осматривать, то есть это все можно женщинам преподносить в различном совершенно формате. И на сегодняшний день мы говорим о том, что существуют регламенты по обследованию. Да, обследование передано в руки, первичное обследование в руки гинекологов, но и онкологов также. Это дальше нам более подробно расскажет Елена Николаевна Андреева. На сегодняшний день, собственно, есть и генетическое исследование, и есть определенный даже посыл, кому делать эти исследования. Конечно, больше всего это исследование нужно тем людям, у кого в роду есть не один случай рака молочной железы. Если у родственников первой линии родства есть рак молочной железы, рак яичников или рак поджелудочной железы. Если случай рака молочной железы был у мужчины, или если ничего не известно о своих родственниках. Про ковид скажем. Он изменил возможность обращения пациенток, повлиял на раннее выявление пухолей и на лечение наших пациенток, что внесло свой вклад в то, что, к сожалению, многие женщины недополучили возможности пролечиться на тех стадиях, когда это повлияло на их выживаемость. Пострадала и диагностика, и, соответственно, возможность лечения, потому что рак молочной железы действительно сегодня лечится. Это один из тех раков, который можно вылечить, когда он диагностирован на первой-второй стадии. С третьей, а тем более с четвертой, конечно, гораздо меньше положительных перспектив. Перед вами факторы риска развития молочной железы, рака молочной железы. И кроме семейного анамнеза, то тех самых BRCA1-2, про которые только что вам показывала Анна Фёдоровна слайд, огромное значение имеет репродуктивные и эндокринные факторы, а дальше эпигенетика, факторы окружающей среды, образа жизни и факторы, связанные с патологией самой ткани молочной железы. Хочу обратить ваше внимание, что если у женщины диагностирован рак молочной железы, и даже если, дай бог, всё хорошо у неё заканчивается, то у неё автоматически резко повышаются риски из сердечно-сосудистой недостаточности, ишемической болезни сердца, депрессии и эндокринных заболеваний. Здесь на слайде стоит сахарный диабет второго типа, остеопороз и гипотириоз. То есть эти пациентки, даже если у них до этого не было эндокринной патологии, становятся пациентками эндокринологов. Перед вами результаты метаанализа 32 аж демографических ретроспективных и проспективных исследований, которые ставят точки над «и» в вопросе по поводу, почему мы говорим о важности диагностики доброкачественных заболеваний молочных желез и возникновением у них риска рака молочной железы. На сегодняшний момент важность доброкачественной дисплазии молочной железы или мастопатии, как её ещё называют, мы говорим, что это маркёр повышенного риска рака молочной железы, и у них примерно на 30% повышаются риски развития рака молочной железы, особенно если в этой группе находятся больные с гинекологической либо с эндокринной патологией. Поэтому, согласно приказу Министерства здравоохранения 1130Н, он сейчас так называется, это порядок оказания медицинской помощи по профилю акушерства и гинекологии, это законодательный такой для нас документ для акушеров и гинекологов, честь заниматься молочной железой отдана акушерам-гинекологам. И вы видите это как первичное звено, но это логично, потому что к онкологам женщина приходит гораздо реже и с меньшим желанием, чем к акушерам-гинекологам, и там больше поводов зайти к врачу. И выявление патологии молочных желез возложено на преобследование на акушерах-гинекологов. Если появляются какие-то подозрения на злокачественное образование по маммографии или по ультразвуку, пациентка отправляется к онкологам для исключения или верификации диагноза. А дальше, если диагноз онкологии злокачественно не подтвержден, она наблюдается дальше акушерам-гинекологам. Если там, например, фиброма молочной железы, фиброденома, и она наблюдается параллельно акушерам-гинекологам и эндокринологам, если доказано, что это доброкачественная опухоль яичников. Врачи-аккушеры-гинекологи обязательно должны собрать анамнез, провести осмотр молочной железы. Напоминаем, что и для женщин, и для врачей при осмотр должны проводиться до 10-го дня цикла при наличии 28-дневного менструального цикла у женщины. Просто потому, что молочная железа в течение цикла меняется под воздействием гормонов, и смотреть, прощупывать молочную железу во второй фазе, там после 15-го дня цикла, бесполезно. Это будет неинформативно. Ультразвук молочных желез, повторяю, делается тоже до 10-го дня цикла, если женщины меньше 38 лет. Если она старше 38 лет, на первом этапе становится мамография. Ультразвук становится дополнительным методом. Напоминаю, что мамография делается примерно раз в 2-3 года до 40 лет, и после 40 лет раз в 2 года, после 50 раз в год, как скрининг рака молочной железы, для того, чтобы не пропустить. И делается до 70, по некоторым даже приказам, до 72 лет, для того, чтобы не пропустить рак молочной железы. При этом, если есть хоть какие-то вопросы, это оценка гормонального метаболического статуса, делается цитологическое исследование выделения сосков, если они есть, есть возможность сделать МРТ молочных желез с контрастированием, и можно сделать тонкоугольно-аспирационную биопсию, либо более высокие уровни диагностики подозрительных очагов. Почему гинекологи этим занимаются? Потому что на самом деле огромное количество женщин, это примерно 80% приема акушера-гинеколога, имеют гормонально зависимую патологию. И при гинекологических заболеваниях частота доброкачественной дисплазии или мастопатии молочных желез достигает огромных цифр. Они здесь приведены на слайде. Вы видите, например, при эндометриозе с миомоматки до 94%, при повышенном параллоктине у каждой второй пациентки, и так далее. К чему я вам введу? Дело в том, что сегодня, например, есть доказательная база о том, что риск рака молочной железы у женщин, у которых был эндометриоз в возрасте до 30 лет, а у нас эндометриоза тоже сейчас огромное количество. Это заболевание, которое занимает второе или третье место, по разным сведениям, среди всех заболеваний у женщин. На первом месте, напомню, это инфекция, передающаяся половым путем. И вот миомоматки с эндометриозом соревнуется между собой за второе и третье место. Она становится отдельной группой риска для тех женщин, у которых может быть дальше рак молочной железы. Потому что определенные общепатогенетические факторы, то есть и ранней минархии, и бесплодие, и, соответственно, есть какие-то проблемы, связанные с синтезом гормонов, и мы получаем проблемы. Мы с вами все время говорим о том, что мы живем в 21 веке, веке стресса, и стресс тоже влияет на гормональный статус, например, на метаболизм инсулина. Инсулин, напомню, это гормон, который вырабатывает поджелудочная железа. Чем ярче и длительнее стресс, тем выше интенсивность инсулинорезистентности. К чему я вас веду? Ночные смены, на работу в ночное время, например, подготовку к экзаменам, дистанционная работа на дому, посменная работа день-ночь, перелеты с стюардессами, работа медсестрами, санитарками в больнице. Все это дает нарушение циркадных ритмов, выработки гормонов. У нас не вырабатывается, например, мелатонин. А дальше повышается, по некоторым данным, даже в два раза риск рака молочной железы, независимо от репродуктивного анамнеза женщины. То есть независимо от возраста, его массы тела, количество родов, начала менархии, когда у него начинается менопауза или семейный анамнез. И стрессовые нарушения менструального цикла сегодня доказаны. Вы видите, стоят данные, доказательные исследования, связаны с увеличением риска рака молочной железы на 20%, ишемической болезни сердца на 50%. Как бы мы сегодня не говорили про рак молочной железы, напомню, что основная причина смерти все-таки у женщин, так же, как и у мужчин, это сердечно-сосудистые заболевания. И мы с вами говорим о том, что не только высокий аппетит, но и голод влияет на выработку инсулина. Чем чаще и длительнее голодание, а у нас сейчас очень много девочек, которые активно используют различные диеты, в том числе вегетарианство и веганство, оно тоже дает влияние на инсулинорезистентность. Тем выше интенсивность инсулинорезистентности, чем чаще проблемы с потреблением пищи. Кроме того, сегодня мы говорим о том, что риском рака молочной железы является прием алкоголя в возрасте от менархи до первых родов. И напомню, что первые роды у нас сегодня отодвинулись до 30 лет, поэтому девочки начинают принимать алкоголь у нас в разном возрасте. И, соответственно, вот этот фактор риска становится вторым фактором риска по частоте вызывания рака молочной железы. Какой первый? Мы сейчас вам дальше расскажем. Доброкачественная дисплазия молочной железы – это гетерогенная группа. Самым частым заболеванием является фиброзно-кистозная болезнь. По сути дела, мы пользуемся классификацией Надежды Ивановны Рожковой, которая отражает именно какой компонент более выраженным в данном случае – железистый, кистозный, фиброзный. И здесь надо отметить, что такое деление, оно очень важно для понимания и риска данной женщины. Почему? Определённая есть взаимосвязь с тем, что пролиферация клеток – это как раз та неуправляемая ситуация в теле, которая может вылиться в рак. Поэтому и деление доброкачественной дисплазии молочной железы очень важно именно таким способом, чтобы сразу разграничить в себе те группы, которые наиболее опасны по именно возможности развития риска рака. И если мы посмотрим на статистику, то доброкачественная дисплазия – это очень распространённое заболевание, действительно. Потому что если хоть и молодые женщины не так часто имеют, то есть четверть женщин примерно только могут до 30 лет действительно подвергаться этой ситуации, то вот женщины старше 40 лет уже имеют в подавляющем количестве случаев доброкачественной дисплазии молочной железы. И, соответственно, среди них надо найти тех, кто характеризуется той самой пролиферацией, то есть опасной ситуацией по развитию риска рака. И такие состояния эндокринные, которые наиболее связаны с развитием доброкачественной дисплазии молочных желез, это и синдром поликистозных яичников, крайне разнообразная по спектру патогенетических нарушений и заболеваний, ожирение, метаболический синдром, оба сахарных диабета и первый и второй тип, нарушение функции щитовидной железы, гиперпролактин, имея врождённую дисфункцию коры надпочечников. И если говорить про молочную железу, это вообще уникальный орган, который на протяжении своего становления, развития, функционирования в течение жизни и угасания в менопаузе, он и подвержен развитию под воздействием хоть и основных гормонов, это эстрогенов и прогестрона, но все остальные гормоны, практически все обеспечивают влияние на разные уровни, кто на эпителий дольковый, кто на эпителий протоковый, на жировую клетку. То есть молочная железа – такой уникальный орган, но в основном это всё-таки орган-мишень для репродуктивных гормонов. И если мы посмотрим, то молочная железа – это орган, в котором циклично происходят процессы пролиферации и дальнейшей антипролиферативной активности, запуска в аптозы, который обнулит все изменения, вернёт эпителий молочной железы к стартовым своим нормальным настройкам. И если у женщины нет проблем, такая уникальная женщина, у которой равномерно работает в теле и эстрадиол, и прогестрон, то у неё дальше и будет здоровая молочная железа, и сохранится здоровье этой молочной железы до глубокой менопаузы. Но хоть какое-то преобладание эстрогенового воздействия в ткани молочной железы – это то самое воздействие, которое будет запускать пролиферацию, и метозы клеток в начале и до середины менструального цикла. И в дальнейшем здесь должно появиться адекватное количество прогестрона, именно прямо внутри молочной железы, которые запустят антипролиферативную активность, и клетки наши, произойдёт их обратное развитие, и вернётся именно обычное состояние эпителия. И вот в случаях, когда у нас начинают меняться соотношения, вот и происходит постепенное формирование заболеваний. Сначала это может быть постепенное накопление пролиферации, но вот на среднем слайде, вот здесь вот картинка, которая отражает, что появились эстрогены, произошло нарастание высоты эпителия протоков, больше половины эпителия протоков заполнилось клетками, и уже весь проток заполнен эпителием, и, к сожалению, из-за этого происходит слепание этого протока и накопление секрета, и образование кист молочной железы. Такой простой процесс, но тем не менее. И в основном мы говорим о том, что основной патологичный момент – это гипердействие эстрогенов, то есть или абсолютное, или относительное. Эстрогены по-разному могут влиять на молочную железу, они напрямую влияют на активность рецепторов эстрогенов и косвенно за счёт факторов роста, и обратная отрицательная связь за счёт снижения ингибирующих факторов. Но основной механизм – это то, что эстрогены не только могут напрямую повреждать ДНК, но ещё и происходит, к сожалению, способность клетки, то есть клетка перестаёт узнавать это повреждение и регенерироваться, восстанавливать это повреждение. И на сегодняшний день напрямую говорим о том, что вот именно дисбаланс эстрогенов прогестрона и приводит к нарушению клеточной пролиферации. И этот дисбаланс может быть относительным, то есть он не обязательно должен быть абсолютным. То есть если снижен прогестрон и произошло относительное преобладание эстрогенов, этого уже достаточно. Не только сами эстрогены напрямую, не только сам прогестрон. В клетках молочной железы, в жировых клетках есть ферменты, которые в дальнейшем приводят к изменению, то есть метаболизму эстрогенов. И метаболизм эстрогенов происходит с образованием различных методических активностей, то есть метаболитов с различной активностью. И, к сожалению, в некоторых ситуациях начинает преобладать агрессивный метаболит 16-альфа-эстрон. И вот это влияние, оно очень связано в том числе с развитием жировой клетки внутри молочной железы. И если мы посмотрим, почему такой старт онкологии именно в возрасте больше 60, когда на самом деле уже нет работы яичников, и почему такое большое значение влияет ожирение на развитие рака, то мы говорим о том, что на самом деле в жировой клетке молочной железы есть все ферменты для интеракринного стероидогенеза из андростендиона, который поступает из надпочечников до самого конца жизни. В адипоците будет происходить метаболизм эстрогенов, и, к сожалению, в большом количестве будет производиться именно 16-альфа-эстрон. Ожирение – это такой универсальный механизм, доказанный на сегодняшний день существование четырёх патогенетических моментов, связанных с развитием рака. Первое – это то, что непосредственно синтез самих эстрогенов за счёт активности ароматаза в жировых клетках. Второе – это то, что сам по себе ожирение приводит к внутри тела, к повышению выработки инсулина, инсулинорезистентности, про которую говорила Елена Николаевна. Это инсулинорезистентность и повышение, то есть гиперинсулиномия, приводит просто к повышенному делению эпителиальных клеток. Воспаление – это существование, ожирение – это существование безбактериального воспаления, Соответственно, поддержание воспаления приводит к накоплению воспалительных медиаторов, значение которых для развития опухолей очень велико и на сегодняшний день уже доказано. И само по себе ожирение приводит к формированию локальных ренино-ангиотензиновых систем внутри молочной железы. И синтез ангиотензина-2 внутри молочной железы обеспечивает неоангиотгенез, то есть развитие новых сосудов, которые нужны опухоли. И на сегодняшний день увеличение массы тела, шаг на каждые 5 килограмм приводит к градации увеличению риска рака молочной железы. Итак, ожирение становится самым основным фактором риска развития рака молочной железы. Ожирение занимает первое место, алкоголь, о котором мы говорили чуть раньше, на втором месте. И на этом слайде, который только что озвучила Анна Фёдоровна, стоит репродуктивный ещё возраст, 40-44 года. И уже в репродуктивном возрасте повышение индекса массы тела выше нормы, выше 25, уже увеличивает риск рака молочной железы в 2 раза. И с каждым килограммом эти риски пребывают. Уже с метаболическим синдромом, сахарным диабетом, жировой болезнью печени, ещё более высокий риск развития и мастопатии, и, соответственно, рака молочной железы. Чем выше индекс массы тела, тем выше риск развития рака молочной железы за счёт периферической эстрогенизации. То есть у нас жировая ткань везде. Как только что рассказывала вам Анна Фёдоровна, идёт ожирение и внутренних органов, не только снаружи, а, соответственно, продукция эстрогенов. А ещё жировая ткань выделяет у нас андрогены. Да, мы все знаем про тестостерон, который тоже провоцирует развитие рака молочной железы, о чём я дальше скажу. Идёт вот эти провоспалительные цитокины, инсулинорезистентность, которая, как вы видели, есть и у худых женщин, тоже на фоне стресса, но при ожирении она гораздо более часто встречается. Увеличение адипокинов, это жировые различные клетки, и, соответственно, выраженный окислительный стресс. Поэтому на сегодняшний момент многочисленным доказательным базам, вы видите, здесь больше миллиона женщин, максимальный риск является уже при индексе массы тела 35, это вторая степень ожирения. Как бы уже про третью морбидную степень ожирения говорить не приходится, уже максимальные колокола бьют, когда уже вторая степень ожирения. И, соответственно, по большим количествам данных, здесь огромное количество женщин проанализировано, и выявлены факторы риска, что именно ожирение, а также место жительства в городе – значительный фактор риска рака молочной железы. Место жительства в городе – это что? Это те самые стрессы, про которые я вам говорю. И эти два пункта выигрывают по сравнению со всеми остальными, приведенными здесь, и с менопаузой, и с пенархией, и с возрастом беременности, и с семейным анамнезом. Если у женщины есть ожирение, как мы с вами видели, я уже не говорю о морбидном ожирении, либо у неё есть стрессовая ситуация, у неё есть, к сожалению, масса шансов получить этот неблагоприятный диагноз. Когда мы говорим о факторах риска, надо отметить ещё такое состояние, как хроническую гиперпролактиномию. Гиперпролактиномия – это состояние, которое свойственно не только людям с заболеванием эндокринным, но и при хроническом стрессовом состоянии происходит функциональное повышение пролактина. Любая тревога обернётся скачком пролактина. А что такое повышение пролактин? К сожалению, пролактин при комбинации с гиперэстрогенией даёт то самое увеличение риска рака молочных желез за счёт того, что пролактин способен увеличивать и активность работы рецепторов к эстрогенам, и увеличить ответ тканей на действие эстрадиола. Соответственно, повышается рост эпителиальных клеток, и повышается воскулиризация, и повышается мотогенез. Поэтому взаимосвязь двух ситуаций – гиперпролактиномии и относительной или абсолютной гиперэстрогеномии – это, к сожалению, такой очень агрессивный дуэт. И, к сожалению, этот агрессивный дуэт и формирует определённые прогнозы, гораздо более плохие для пациенток, потому что если сохраняется гиперпролактиномия у пациентки уже с выявленной опухоли, это повышает агрессивность этих клеток, повышает подвижность клеток. Опухоли склонны к более раннему образованию метастазов и к большей агрессивности своего роста. И на сегодняшний день мы говорим о том, что для понимания женщины очень важно вообще её оценить как макроорганизм, как целый какой-то комплекс ситуации в ней. То есть это не только её гормоны, это не только её возраст, это не только масса тела, это и обстоятельства её жизни, и то, как она спит, то, как она питается, и, конечно же, то, какие эндокринные заболевания у неё есть, действительно, какие у неё гормоны. И, соответственно, дальше мы, имея определённые данные по обследованию, сопоставляем их с её аномнистическими данными и будем понимать уже то, на что мы можем повлиять. То есть, во-первых, мы можем повлиять именно на предварительное состояние, то гинекологическое состояние, её эндокринное заболевание. И напрямую мы оцениваем, как мы можем повлиять уже на молочную железу, как мы можем изменить клеточную пролиферацию, если мы её выявили, и, соответственно, как мы можем профилактировать риск рака молочной железы. И если взглянуть на ситуацию именно относительной или абсолютной гиперэстрогенемии, мы говорим о том, что вот именно относительное – это наиболее частое понятие, которое характерно женщинам, имеющим эндокринные состояния. Потому что то самое ожирение, синдром поликистозных яичников, изменение веса, как и голодание, так и прибавка веса. Это диабет. Ситуации, когда у женщин не получается забеременеть и приходится стимулировать эволюцию. Это нелеченные, некомпенсированные заболевания щитовидной железы и самые различные другие состояния, в том числе даже настолько глобальное состояние на сегодняшний день, как недостаточность, дефицит витамина D, за счёт того, что рецепторы прогестрона зависят от витамина D, всё это приводит к тому хроническому накоплению эстрогенового превалирования у этих женщин. И кроме того, мы должны помнить о том, что если мы говорим о возрасте женщин, менопаузе, то у них возникает дефицит эстрогенов, мы все знаем климакс, у них сохраняется определённый уровень прогестрона, потом они тоже снижаются. А вот относительно гиперандрогении у них остаётся из-за того, что уровень эстрогена и прогестрона упал. И если у нас уровень андрогенов достаточный, плюс ещё увеличение массы тела, то мы с вами видим по всем многочисленным исследованиям, что повышается риск рака молочной железы у женщин, у которых есть не только ожирение, но и, например, отягощённый репродуктивный анамнез по синдрому поликистозных яичников. Да, мы точно знаем сегодня цифры, что на 30% больше у женщин в постменопаузе доброкачественных заболеваний молочной железы. По поводу точных цифр рака ответа пока нет, но, как мы уже с вами знаем, гиперандрогения может способствовать развитию рака молочной железы за счёт влияния на пролиферацию, и мы можем ту самую высокую пролиферативную активность клеток получить. Плюс ещё факторы роста стимулируются в ткани молочной железы. И вспомните слайды, которые комментировала Анна Фёдоровна, это увеличивает выработку собственных продуктов молочной железы. И ещё в жировой ткани андрогены действуют через эстрогены специальным путём, и эта жировая ткань есть и в молочной железе, как вы уже сегодня чётко услышали, так и во всём организме. И женщины с сахарным диабетом второго типа, к сожалению, повладают повышенным риском развития именно агрессивного течения рака молочной железы. Если его пропустить, вовремя не поставить, то мы очень быстро получаем высокопролиферативные формы, и прогноз может быть очень неблагоприятный. Поэтому маммография раз в год должна быть сделана. Но ещё лучше, если эта женщина будет контролировать свой а. вес и б. физическую активность. Перед вами данные очень большого американского исследования. Возраст, вы видите, 50-79 лет, о них наблюдали почти 8 лет, и выяснилось о том, что если женщина занимается физической активностью, то самое долголетие московское, которое сегодня в том числе призывается у нас Собяниным и его командой, и сейчас программа распространяется на всю страну, связано с более низким риском развития доброкачественной дисплазии молочной железы, уменьшение массы тела и, соответственно, признаками рака молочной железы тоже процент снижается. Был задан вопрос по поводу рака молочной железы и мужчины. Есть такой диагноз, он примерно 1% от всех вариантов рака молочной железы, и даёт тоже определённый процент смертности. Факторы риска здесь прежде всего гормональные нарушения, всё тоже ожирение, жировая болезнь печени, ещё раз, тестостерон, эстрогены, рак молочной железы, инсулинорезистентность есть у мужчин и у женщин. Кроме того, у мужчин может быть аномальное развитие яичек и различные генетические особенности, которые тоже могут на это повлиять. Но гормональные нарушения идут первым планом, что у мужчин, что и у женщин. Ещё отвечая на вопрос, который был задан по поводу контрацепции и рака молочной железы, хотела вам поставить вот этот один слайд. Здесь тоже очень высокая доказательная база о том, что коки снижает общий относительный риск возникновения любых раков, уприменявших их женщин по сравнению с теми, кто никогда их не применял. Я специально выделила здесь рак молочной железы, но на самом деле вы видите здесь и рак эндометрии, и рак яичников, и мозга, и почек, и желудка, и лёгких, и колоректальный рак, и даже рак щитовидной железы. Поэтому мы сегодня говорим о том, что мы можем использовать коки согласно Всемирной организации здравоохранения с моментами нархи. В этом году, в 2023 году, у нас вышли национальные медицинские критерии приемлемости контрацепции, в которых написаны все новые возможности. Вы видите, мы можем использовать коки и до 40 лет, и после 40 лет. И отдельно слова стоят про коки с фалатами. Сейчас есть комбинированный оральный контрацептив, в который добавлен фалат. Это витамин, который, соответственно, даёт возможность нам снижать риски рака молочной железы. Вот посмотрите данные о том, что кроме того, что кок никак не навредит, он ещё и при применении кока с фалатами даёт нам возможность снижения риска рака молочной железы. Женщин, которые используются в переменопаузе. Помните, что в постменопаузе нам коки как бы не нужны. Мы их в 55 лет точно прекращаем использовать, а то и раньше. И, соответственно, потребление фалатов примерно 100 микрограмм в день снижает риск развития эстроген позитивного и эстроген негативного рака молочной железы. Соответственно, на сегодняшний момент доказано о том, что и приём фалатов снижает риск возникновения рака молочной железы и среди носителей мутации BRCA, то есть генетической наследственности. Можно этим пациенткам тоже, если надо контрацептивно, назначать коки с фалатами, либо просто использовать хотя бы фолиевую кислоту для того, чтобы снизить риски у этой когорты женщин. Даже 2-4% – это достаточно хорошие проценты, когда мы говорим о возможности той же витаминотерапии у наших женщин. И ещё один пункт, на котором хотелось бы остановиться. Очень много вопросов по поводу меноползальной гормональной терапии и возможности её использования и влияния на рак молочной железы. Это отдельная тема для разговора, и об этом можно говорить ещё один час, поэтому я поставила всего один слайд. У нас в 2002 году был большой скандал на тему того, что назначение меноползальной гормональной терапии вызывает рак чуть ли не всего организма, и что привело к резкому падению доверия к использованию гормонов в менопаузе и снизило количество женщин, которые используются. До сих пор это количество женщин ещё мало. Сейчас начинает, слава богу, повышаться. Как мы с вами уже слышали, неоднократно делается для этого много. Но вот это исследование, из-за чего всё началось в 2002 году, вот результаты перед вами, за этими женщинами наблюдают дальше данные на 2020 год. Во-первых, женщины принимали большие дозы гормонов в Америке, тех гормонов, которых даже в России нет никогда не будет. В таком возрасте, в котором они принимали, в основном это были женщины за 60 лет, мы сейчас никак не назначаем эти большие дозы, эти препараты. Но эти женщины, которые получали их в 90-х годах, посмотрите, дожили даже до 105 лет. Напомню, средний возраст жизни женщин в России 76. И посмотрите, общая смертность, даже в зависимости от возраста, стоит внизу в табличках, очень чётко видна. И смертность от рака, она занимает микроскопические ракомолочные железы, и инвазивные, и тот, который локальный инситу, по сравнению с другими локализациями, например, с той же лейкемией, либо с раком лёгких и так далее. И, соответственно, смертность от этого меньше, чем, например, от сердечно-сосудистых заболеваний. Да, если мы говорим общая смертность, 23%, я сейчас про 105 лет говорю, а от рака молочной железы 0,28. Поэтому говорить о том, что меноползальная гормональная терапия даже не вовремя данная, даже в больших дозировках как-то навредила этим женщинам, не приходится. Приходится говорить о том, что рак молочной железы может быть у любой женщины. Для этого слишком много провоцирующих факторов, как мы сегодня выяснили, и её репродуктивного анамнеза, и её генетики, а главное её эпигенетики, образа жизни, темпа жизни, влияния различных средовых факторов, для того, чтобы мы получили, к сожалению, рак молочной железы. И сегодня мы должны сделать всё, что в наших силах, а у нас много что есть, и ультразвуковые исследования, и маммографии, и МРТ, и в нашем эндокринологическом центре всё это тоже делается под наблюдением. У врачей женщины должны находиться с ежегодным обследованием, в том числе и по раку молочной железы. Особенно если мы говорим о женщин, у которых есть коморбидные ситуации. Это может быть эндокринная патология, это может быть сочетанная эндокринная и гинекологическая патология, потому что процент возникновения, к сожалению, факторов риска здесь намного выше. Спасибо за внимание. Благодарю. Спасибо. Оксана, вопросы есть? Спасибо большое за такой подробный рассказ. Я, наверное, позволю себе один только вопрос задать. Бутует такое мнение, что наличие или отсутствие беременности и рождение детей, то есть одинокая ли женщина, или у неё есть семья и дети, что это может тоже каким-то образом влиять на развитие доброкачественного изменения молочной железы или при каком-то там многофакторном событии и злокачественного тоже. Вот есть ли здесь какие-то риски, можно ли тут что-то сказать? Одинокая женщина, да, без семьи или с семьёй и количество детей? Как мы показывали уже на слайдах, есть некая зависимость, но очень незначительная от количества родов, да, это вот её анамнез, выработки гормонов по жизни, её бесплодие, небесплодие, её использование каких-то средств контрацепции, да, в каких-то ситуациях. Но больше всего в данной истории на самом деле работает голова женщины. Дело не в её семье, дело её отношения к этому. Если она комфортно себя чувствует и без пятерых детей, да, допустим, и без мужа, самодостаточно своей жизни, то она вне стресса, который влияет на развитие рака молочной железы. А если она в семье и в состоянии хронического стресса, ей никакая семья не поможет. Поэтому прямых здесь нет абсолютно связи. И правильно ли я поняла, что доброкачественные изменения в молочной железе разной структуры, так скажем, кисты или ещё какие-то другие не обязательно означает их перерождение в злокачественные? Абсолютно правильно, вы это поняли. У нас существует три разных варианта и только высокопролиферативный и даёт 30% злокачественности. Остальные варианты такого не дают. Спасибо большое. Мы ответили на ваши вопросы по ковиду, по коку, по мужчинам, по-моему, тёткам. Да, спасибо большое. Я понимаю, что там по каким-то влияниям до самого вируса, нового коронавируса или ещё что-то, что нужно время, да, чтобы отследить уже и доказательно как-то понимать, как это влияет, каким образом, да, и на что конкретно. Мы просто знаем, что вот это дистанционное наше сидение, да, изоляция, которая была вынуждена введена, она уменьшила походы, как вы прекрасно понимаете, по врачам и снизила диагностику эндокринных и любых онкологических заболеваний, любой локализации, в том числе рака молочной железы. Поэтому выявляемое стало меньше за 19, 20, 21 год, а сейчас мы наверстываем уже упущенные, цифры окончательные тоже будут видны и туже. Да, ну и как вы заметили, тут и другие факторы, тут и тревожность выросла, и стресс вырос, и малоподвижность. Да, вес выросла, когда сидели дома. Хорошо, да, ситуация такая любопытная, то есть тут получается через образ жизни можно, ну если не сказать компенсировать, то как-то влиять на вот эти факторы женщине самой уже тогда самостоятельно. Ну я всегда пациенткам говорю, что есть, например, две известные дамы. Одну зовут Дарья Донцова, которая тонкая и звонкая, да, и которая, несмотря на тяжелую форму рака, пишет сейчас книжки вовсю, да, и даже многие их читают. И Валентина Толкунова, которая была от нескольких других форм, прекрасная певица, замечательная женщина, которая, к сожалению, нас покинула. Спасибо большое. До новых встреч. До свидания. Всех благ. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова